Ровесник губернии. В Плёском музейно-выставочном комплексе «Присутственные места» открылась выставка работ Михаила Сергеевича Агеева. В этом году народному художнику России исполнилось бы сто лет. Михаил Агеев любил золотую осень. И не случайно. Его день рождения, 14 сентября, как правило, светило солнце, а по небу бежали кучерявые облака, которые он так любил рисовать, и которые даже прозвали Агеевскими. И вот эти облака, они без конца напоминают о нём. И его картины. Смотришь, такое впечатление, что смотришь в окошко. Как будто вот-вот сейчас поплывёт облако, чудесно заплещутся волны. Это, конечно, просто потрясающе. И когда Аня видела, как создавалось это, вроде бы ничего особенного. Кисточкой тут мазочек, где-то чёрточкой карандашиком, где-то он тронул пальцем. А в результате получается такое замечательное окошко, которое вот-вот оживёт. И впечатление, что смотришь наружу, из дома, а у тебя за окном шумит, живёт своей жизнью пейзаж. В экспозиции представлено порядка 70 работ. В основном небольшие тюды и зарисовки. Все они из частной коллекции Эдуарда Донцова. Сейчас она насчитывает порядка 6 тысяч работ. Полотна Михаила Агеева занимает в ней особое место, поскольку это наследие Ивановского края, которым можно и нужно гордиться. Представленные живописные и графические пейзажи объединяет одна тема – путешествие в Крым. Хотя, по словам коллекционера, крымская коллекция образовалась случайно. Это всё отголоски студенческой жизни. Далёкие 70-е, 80-е годы всё началось с поездки в Крым студентам на сбор винограда. И от тех времён, потом, уже по распределению я попал в город Карабаново и стал по своей специальности художником текстильного рисунка. От этого, по своей специальности, я увлёкся коллекционированием. Сначала Коков – текстильный рисунок, затем этого стало мало, и я начал приобретать и коллекционировать живопись. Удивительно, но Михаил Агеев Крым не любил. Ему была гораздо ближе и милее природа нашего края. Однако, в Гурзуфе была творческая дача, где в 50-е годы собирались художники. Один-два месяца они работали и затем делали выставки. Загорать ему некогда было и неинтересно. В основном он работал, писал. Но природа ему не очень нравилась, Крыма. Он говорит, ну что это такое, ну всё зелёное, всё одного цвета, всё никак. Гораздо интереснее наша природа, потому что тут смена погоды, осень, весна. Очень любил весну, осень, эти вот краски, переходы. Хотя это и очень сложно было отображать, но зато интересно. Михаил Агеев – корифей Ивановской школы живописи. Вместе с Малютиным он стоял у истоков не только Ивановской художественной организации, но и всего Союза художников. Они были делегатами первого съезда. Сын Михаила Агеева Сергей вспоминает, что папа всегда очень много работал, а все домашние хлопоты ложились на плечи матери. Как папа езжает, у нас начинается ремонт. Она, значит, то надо потолок покрасить, то надо, значит, пол перебрать, то ещё что-то. И вот она, значит, пока он там два месяца работает, она здесь занимается ремонтом. Вот. Так что это очень большая её заслуга, что она ему создавала вот все условия для работы. Любой музей считает честью иметь работы Михаила Агеева. Есть они и в собрании Русского музея, и Третьяковской галереи. Но дети по стопам отца не пошли. А папа всё время говорил, не хочет заниматься, и нечего и заставлять, и это. Мама, всё, вот поучи их рисовать, поучи их рисовать. А что он, если он не хочет рисовать, так что я его буду заставлять? Нечего. Если не тянется, так и не надо. Может быть, и правильно. Конечно, должен быть талант, и должно быть призвание, вот как у него. Он ни минуты не мог сидеть вот просто так вот. Ему всё время что-то надо было рисовать, всё время что-то вот черкать. Выставка «Путешествие в Крым» будет работать до 1 декабря. Но не только жители Плёса смогут познакомиться с творчеством Михаила Агеева. В октябре в Иванове в галерее «Шестой этаж» откроется выставка рисунков. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Плёс.